вот то будет там проблема у всех я не хотела так вот получается все равно нарушает тишину это вот только сегодня как мы только поговорили мы разобрали ну короче всю ситуацию разобрали он должен был перестать шуметь после 23 00 и он не шумел пока сегодня мы не помирились снова зачем-то я вот просто хотела типа как по-человечески сделать сказала все без проблем там все ну наверное ладно короче посмотрим вот а так все хорошо ведь я тебя ждала чтобы рассказать тебе свои всякие истории что мне все в принципе нормально в жизни только начинается завтра еды на какой-то сюрприз завтра мне устраивает сюрприз до совершенно левые люди но типа мне приятно мне сказали собраться очень жестко причем так что пускай говорит в лес реально нужно будет горы блин я кстати хотела горы поехать откуда не на мария что мария адам арена и мария нет я догадываюсь там буду будет там вот живот нет конечно вы чего ребят я не знаю как тут реально вам не слышно я не знаю почему через телефон вы этого не слышите но я слышу прям жестко мне не кажется я что больная что ли ребят вы чё марина очень приятно как дела все отлично ты за меня ответил хорошо ой столько всего рассказывать но я уже все рассказала потом себе так расскажу да все нормальное общение обычное сегодня вот ходила общалась на встречу было сидела вкусно поужинал посмотрелось нет просто я не знаю как себя в этом мире вести потому что когда мы поругались очень жестко человек испугался и он не звука не издавал после 11 вообще сегодня только мы помирились и он позвал опять своих на река туда я ему объяснила что это его дело хоть курить хоть что угодно делать это не мое собачье дело грубо говоря после 11 не шуметь сейчас опять начинается шум только после помирилась потому что ты почему не с ним что они с ними курю или что я не пойму я вот типа думаю как вот к людям относиться да действительно блин не берут меня свою компанию а что мне там делать с ними как бы я не знаю вообще это типа шутишь или ты мне реально вопрос задаешь что как я могу зачем мне наблюдать если я слышу когда они накуриваются они начинают лаять как собаки да ну ничего да блин опять я говорю что помирилась сегодня соседом вам рассказывала что все было круто все было классно и по итогу вот сейчас он начал опять шуметь я же говорю люди я не знаю как людям относиться в принципе ну типа блин да я забила я просто если сегодня не уснул я не хочу просто идти на конфликт опять вместо зоопарка ходить к нариком до мечта моя так что ведь это ты почему не спишь у тебя уже ночь причем такая прям жесткая ночь а я пью чай с печеньками и шоколадкой да и вкусным чаем мы привезли какой-то чай вкусный очень один от которого штырит так я уже рассказала кашель ты болеешь так кашель у тебя сухой или влажный спасибо нет мне привезли какой-то чай за 7 рублей представьте за килограмм я в шоке 7000 за килограмм не знаю зачем мне озвучили цену я просто спросила сколько он стоит мне сказали я типа не поверила сначала штуки чая есть потому что это за чай за 7000 смотри тебе нужно сухой кашель переводить во влажный и лечить мокроту сто процентов ну и короче вот этот молочный улунг какой-то я его выпила вчера вечером нет нормальных друзья завела как раз такие кучу нормальных людей вот третий глаз открывает почему непонятных наоборот нормальных людей которые поднимают мне настроение я стал хоть кушать нормально по-человечески что не так да я в шоке он кстати знает щербакова я в шоке я не могу спать я не хочу хочу с вами поболтать дружить нормальным себя не угадать походу это был мой девиз до определенного времени потому что я с такими людьми общалась это жесть ладно суть не в этом просто я офигела у него день рождения короче в один день как у меня как так возможно вообще ну нормально мы просто общаемся со всеми не знаю мне нравится вот пипец она стала нормально ну хотя бы чуть-чуть посидите со мной не бросайте меня все возможно когда ты пиздобол это точно кстати не я не долго буду у меня еще есть чай короче для успокоения нервной системы я уже думала ванну просто заварить на самом деле все нормально все хорошо все идет в гору все нормально подруг нет у меня нет подруг пока что ко мне кстати женщина ходит на массаж тоже такая себе собеседница она просто ложится и начинает вываливать всю информацию которая есть даже я вообще ничего не спрашиваю да у меня тоже там ромашка странно что нет у меня подруги в перископе как бы они не обижаются в это мои девочки вот поэтому заходи сюда чтобы вспомнить с чего реально мне нравится делиться с ребятами чувствую себя использованной девочкой блин если бы у меня в жизни были такие веселые ребята не называя нас девочками хорошо девочки не буду я обожаю на самом деле таких людей веселых там не знаю вот у меня есть знакомый и называю валой валой господи малой он не называет львенышем прикиньте и короче бесит меня ужасно но он настолько позитивный человек вот у него столько проблем в жизни чтобы понимали прям жесткие проблемы но он так рассказывает смешно я узнаете это вот просто и плакать и хота но это так смешно то есть он всегда все свои проблемы абсолютно любые и причем что жесткие проблемы он всегда так с позитивом типа рассказывает что вот не знаю мне прямо к я кайфу от таких людей которые постоянно вот на позитиве не знаю которые знают что нет таких проблем которые решить нельзя как бы жестко там жизнь тебя не поставила все равно не такие веселые я вот прям вообще рада что такие люди есть поэтому пацаны еще мне дети стали нравиться это вообще странно давай Виктор уснул ну нет не знаю сегодня пришла мамочка с ребенком я смотрела на ее ребенка нет они маленькие такие вот я смотрела вообще у меня был мамский инстинкт не еще не пора наверное ты чё ну я так хочу сына себе воспитаю из него настоящего мужика представить какой он будет сексуальным у меня еще надо найти от кого родить конечно же умный будет как мужик себя вести будет да всему надо с детства приучивать мне кажется воспитать парня тяжелее чем воспитать девушку в сто тысяч раз вот так что да кстати он просто сегодня сидел такой невозмутимый свои два с половиной года он даже не улыбался он так сидит я пытаюсь уже не знаю думаю ребенок эй и мама такая его говорит типа ой всю жизнь бы так сидел как говорит у тебя тут сидит вообще молчит он вообще промолчал там просмотрел свои мультики и все ты не должна воспитывать мальчика согласна поэтому нужен муж поэтому я и говорю надо еще узнать от кого родить не не хочу об этом думать вы че мне еще рано блин мне еще самой нужно в жизни повидать много чего я не знаю перейти к этому не просто так рожать потом че с ними делать это огромное да мне всего 22 алё блин че в СССР задержался блин там это было не рано у меня это вообще ужас старушенцы нет знаете ли кстати у меня прыжики исчезли вы представляете как вообще действует на меня здоровый сон такой хороший сон и убрать нервное состояние вообще так иди рожая хватит бездельничать сто процентов есть реальная категория женщин которые в конечном итоге да есть такая категория согласна только рожают и вот кстати ко мне приходила девушка на массаж мне тоже кажется что она рожала ну просто что продить но я не знаю хотя я не права просто я когда спрашивала чем она увлекается что ей нравится она в 35 не знала что ей нравится и я аж испугалась думаю блин а вдруг вот я тоже буду 35 думать чем заниматься то есть она в своей жизни работала там пару раз всего и то она не выбирала сферу когда спросила что бы ей хотелось она говорит ну где нибудь где не надо